И всем привет! С вами игровой канал DillonGame и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору OMC2. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня с вами мы находимся на польской карте ПКМ. И сегодня с вами прокатимся на автобусе марки Solaris Urbina 15 второго поколения. Это, можно сказать, мой проект по окраске. Я окрашивал этот автобус под цвет своего города. Вот такие Solaris бегают у меня в городе. Как раз-таки данные автобусы начали поступать к нам в 2002-2003 году. Вот первая партия этих автобусов пришли к нам в город. И именно эти Solaris вытесняли с наших улиц старые устаревшие карусы 280. Трехмостовой автобус. Задняя ось у нас является поворотной. Вот я даже могу вам продемонстрировать, но думаю, при прохождении поворотов, я думаю, мы это все с вами еще не один раз рассмотрим. Окраска, ребят, далась очень-очень тяжело. Очень много огрехов. Это аддон. И автор сделал так, что практически автобус этот нужно окрашивать вслепую. Там практически не видно ни контуров, ничего. В общем, это все я делал вслепую. Поэтому, ребят, косяков очень много. Они есть. Еще есть что дорабатывать по этой модельке. Нанес я также желтые значки предупреждающие, которые говорят о том, что Solaris при поворотах закидывает на 1,4 метра. У Icarus, по-моему, было написано там занос на 1 метр. Solaris закидывает, конечно, чуть-чуть по-крупному. Совершенно тихо в салоне. Действительно, в Solaris, ребят, так и есть. Особенно, если вы расположитесь на передней площадке, на передних местах. Действительно, тихо двигателя почти не слышно. Но если вы перейдете в конец салона, поближе к шахте с двигателем, там, естественно, будет погромче. В салоне автобус, особенно если касаться рабочего места водителя, не совсем. Здесь очень все точно создано. Но это, скорее всего, такая польская версия. Потому что, ну, у наших автобусов, у них нет вот таких дополнительных здесь информаторов. Такой вот монетницы. У нас, кстати, у водителя даже такая вот остекленная перегородка здесь имеется. Здесь ее нет. Ну, поскольку я понимаю, что в Польше, возможно, водители также и обелечивают пассажиров. Бывают такие моменты. Угол обзора, не знаю, может, немножечко можно было повеличить. Хотя, в целом, довольно-таки неплохо. На первом поколении Солярисов как раз-таки ставились вот такие вот кнопочки. Потому что в дальнейшем уже приборная панель, она на Солярисах менялась. Ну, и такое главное отличие вот первых Солярисов. У них лобовое стекло не панорамное, а имеется вот такая вот перегородка. Уже на более новых, свежих версиях там панорамное стекление идет. Давайте перейдем в салон. Салон типичный. В принципе, у нас точно такой же вот салончик. Сидения эти, конечно, такие твердые, жесткие. Ну, в принципе, на городских маршрутах долго, подолгу сидеть не приходится. Давайте переберемся вот поближе к шахте двигателя. Да, слышно, как работает двигатель. Довольно-таки громко, довольно-таки шумно. Но здесь действительно, если вы расположитесь вот на последнем ряду сиденьев, все звуки мотора, все эти пшики, резкие ускорения, которые он издает, естественно, это все достанется вам. Люки здесь реализованы уже с электроприводом. Не знаю, свет в салоне. Конечно же, включается это Солярис, все работает. Форточки. Так, а почему форточек нет? А, вот, есть форточки. Да, именно таким образом они открываются. Вовнутрь, не знаю, в принципе, в летний период тоже хватает их. Но у нас Солярисы без кондиционеров. У нас версия тоже без кондиционера. Поэтому, ну, когда если это жарко, то, конечно, у них будет довольно-таки очень-очень жарко. Вижу, и здесь есть подарки немножко косяки при окрашивании. Очень сложный, ребят, модель подавалась окраски. Низкопольный автобус полностью. Так, не вижу я здесь откидного пандуса. Даже здесь нет никакой проштамповки. Хотя версии, по-моему, должны быть с откидным пандусом. Вот есть кнопочка для связи с водителем. Это если мама с коляской хочет забраться вот в автобус. В общем, я бы немножко сказал бы, даже польская версия, она, знаете, такая немножечко победнее. У нас в городе, я бы сказал бы, такие Солярисы покруче чуть-чуть бегают. Но все равно довольно-таки неплохо. Не на всех моделях у нас есть герб города. Вот это герб нашего города. Вот. Зачастую же у нас как-то на автобусах даже и реклам стало мало. В задней части еще можно встретить. И так автобусы в основном такие чистые ходят. Вот. Перевозчик наш, да, Уапилл Сатексмен. Ну что ж, ребят, давайте отправляться по нашему сегодняшнему маршруту. На маршруту указатель мне сегодня будет написано Daugopils Autobus Parks. Прошу простить меня, но поедем мы по 354 маршруту на польской карте ПКМ. Возможно, появится когда-то возможность прокатиться по карте моего родного города. Возможно, может быть, когда-нибудь создано. Ну, совсем тихо и уютно в салоне. Обзор по зеркалам очень хороший. Звука двигателя вообще практически не слышу. Вот еще на польской версии Solaris приятно слышать. Здесь вот поворотник клацает, слышно? Рылешка. Вот она клацает и все. У нас в Solaris реализован такой противный звук. При закрытии двери здесь должен быть такой специальный сигнал. Есть, но он тут тоже какой-то такой. Вот польская версия какая-то, она такая довольно-таки бедная. У нас все-таки комплектация получше направления маршрутов, естественно. Я тоже включу. Здесь также есть кнопка наклона автобуса, но почему-то при нажатии ее ничего не происходит. Возможно, немножечко моделька не до конца доработана. Но я помню, когда первые партии вот этих Solaris, они прибыли к нам. Ой, водители очень любили играть с этой кнопкой. Там подъезжают к остановке, вот включают наклон платформы. Минус 15-метрового Solaris. Вот я показываю, ребята, это прохождение поворота. ПКМ, карта на польска. В Польше дороги довольно-таки очень и очень узкие. Здесь, я не знаю, Solaris Urbino 12. Ну, за глаза уже его будет хватать. У нас в городе тоже были проблемы, когда первые Solaris прибыли к нам. Не везде они могли протиснуться. Но благо у нас как-то, когда стали поступать новые автобусы, почему-то и начали делать дороги, делать развязки. И как раз-таки вот удачно все так совпало. Слушайте, это пробка или парковочный ряд у них такой в Польше. Вот, и делались дороги как раз-таки. И теперь Solaris довольно-таки гармонично и уютно себя чувствует на улицах нашего города. Вот, еще я обращаю внимание на тахометр. У нас, я помню, ну, естественно, я был ребенком тогда, когда эти Solaris возили меня в школу. Вот, и всегда было интересно занять вот место вот здесь вот. Вот, кстати, стой, ехать и следить за работой водителя. Все-таки автобус новенький, Solaris, прикольно. Все вот это смотреть. И я замечал такой момент, когда стрелка на тахометре зашкаливала чуть выше полутора тысяч оборотов. Загоралась контрольная красная лампочка. Мне кажется, что она предупреждала о том, что идет перерасход топлива и водителю немножечко стоит скинуть педаль газа. Здесь, я смотрю, такого нет. Вот в этой версии ничего такого подобного не реализовано. То есть здесь стрелка у нас за полторы тысячи спокойно доходит и ничего не загорается. Ну, возможно, это тоже все зависит от комплектации. Ну, и также я вот сказал, что под Solaris начали делать у нас дороги, дорожные развязки. Такие новые, не новые маршруты, а дополнительные маршруты. Вот, допустим, есть там маршрут номер 17 и 17А. В принципе, один и тот же маршрут, только следует по разным дорогам. И у нас так получилось. Такой был прикол. Расписание было оставлено старым. Автобусы новые. И водителям приходилось ехать по новым участкам дорог. И зачастую они не вкладывались в расписание. Им просто, ну, приходилось вот нарушать скоростной режим. Я помню, как они ехали. По 60 км в час они выжимали. Хотя в городе у нас разрешенная скорость 50 км в час. В общем, лихачили. Даже были такие водители, которых останавливали, которых нервы не выдерживали. Для того, чтобы вовремя приехать на конечную остановку, им приходилось даже и под 80 выжимать. Вот с этих автобусов 80. Это ограничитель срабатывает и больше не дает данному автобусу разгоняться. Здесь, по-моему, даже, возможно, где-то это все должно быть указано. Вот. Ну, я думаю, если убрать ограничитель, то и быстрее этот Солярис пойдет. Потому что, ну, двигатели довольно-таки очень хорошие. Ну, и что вам хочу сказать. В принципе, по улице моего города эти автобусы курсируют уже примерно около 20 лет. Да нет, автобусы эти ломаются. Конечно, это понятно. Ну, польские автобусы оказались неплохими. Они оказались очень и очень хорошими. Зарекомендовались себя с очень такой хорошей стороны. Низкопольные, классные. То есть, для водителей прикольно в плане того, что здесь есть автоматическая коробка передачи. Помню, как водители мучились на Икарусах, дергая-то кочергу туда-сюда. Здесь Солярис сел, нажал кнопочку, настроил зеркала и поехал по маршруту. Классный автобус. Чем-то он напоминает минские автобусы МАЗа 107-й серии. Но, в принципе, если начать листать родословную автобус Солярис, все корни его приведут нас к Неоплану. И если копаться в истории автобуса МАЗа 107-й серии, мы тоже придем к Неоплану. Все эти корни вырастают оттуда. Вот немецкие автобусы дали жизнь, вот так сказать, вот этим вот маркам. Ну, я думаю, здесь поворот левый мы полегче с вами пройдем. Я думаю, зачастую приходится видеть, как водители, конечно, выкручиваются на этих Солярисах, на этих больших бандурах. Берут радиус с запасом для того, чтобы пройти в поворот. Я лично всегда, когда вижу, лучше дам дорогу, потому что знаю, насколько это все тяжело. Всегда моргну фарами и пускай водитель автобуса проезжает. Ну, в ответ водитель автобуса всегда мне помашет рукой, поблагодарит. Вот, смотрите, поворачиваю и гольф, да, попался под раздачу. Ну, трафик здесь немножко не адаптирован, конечно, дороги узкие, но как есть, ребята. Это не я плохой водитель, это просто у нас сегодня такие вот узкие улицы. Я думаю, если бы взял бы какую-нибудь другую карту, там, того же Новосибирска, я думаю, Солярис бы там чувствовал бы себя поуютнее все-таки. Ну, в России дороги намного шире, чем в Польше. Хотя в Польше тоже есть классные дороги, автобаны, все. Нет, дороги там ровные, но они какие-то такие. Вот, смотрите, мне вот такой радиус надо брать. Гольф сейчас в шоке, вот, чтобы вкладывать. И все равно я чувствую, как задний мост у меня вот шкрябает по вот этим бордюрам, уже по тротуару я там еду, очень тяжело. У нас еще есть такие места под арками довольно-таки очень узкие. Вот там в Солярисе вообще, вот, водители, помню, даже просто останавливаются там, стоят, ждут, чтобы убедиться действительно, чтобы никаких встречных машин не было. Динамика отличная. Действительно, у Солярисов вот такая вот динамика, как у этого аддона. Динамика просто потрясающая. Тихо, очень тихо. Вот от Икарусов, насколько я откатался вот в школу на Икарусах 280-х, и потом вот, когда прибыли Солярисы, действительно, насколько в них было тихо. В Икарусе даже, честно вам скажу, ну вот, рядом, не знаю, там, с другом, либо с одноклассником было тяжело разговаривать, надо всегда было как-то повышать уровень децибелов в своем голосе. В Солярис можно было зайти при движении шепотом разговаривать. Ты будешь услышан, тебя поймут. Так, развязочка у нас. Я катался когда-то давно по этому маршруту, даже у меня где-то есть обзор на канале. Не знаю, возможно, кто-то из моих олдов вспомнит. Все-таки моему каналу уже исполнилось три года, ребят. Три года. Я вещаю в эфире. Кажется, вроде бы три года, не так-то и много. Но сколько всего произошло, и приятного, и неприятного, ну, если взять из мирового масштаба событий. Вот, но, к сожалению, как-то так все в мире происходит. Надеюсь, что в скором времени будет все в порядке и нормально. Вот, все-таки тоже такие есть свои сложности в плане того, что и контакт у нас заблокировали, невозможно сейчас туда попасть. Вот, как-то это все печально. Хотя вот вконтакте такая сеть, очень я к ней так привык. Давно я нахожусь в этой соцсети. Бортовой компьютер. К сожалению, вот третья дверь здесь с клавиатурой не открывается. Поэтому только с приборки можно ее открыть. Ну, пассажиры равномерно. Так размещаются по нашему салону. Вот звук двигателя, да? Вот в конце автобуса. И вообще его практически не слышно. Ну и скорее всего, что время Солярисов в нашем городе тоже уже подходит к концу. Уже был конкурс на покупку большой партии автобусов. Что-то было свучено. По-моему, победила шведская компания Scania, которая поставит нам автобусы, которые работают на природном газе. По-моему, ЦНГ-версия. Вот, не знаю, газ, по-моему, дорожать будет, где мы будем заправлять эти автобусы. И я толком не знаю. Поэтому как-то непонятна мне эта позиция. Ну, вроде бы конкурс был, но хотя, возможно, что-то пересмотрят. Потому что всегда в последние сроки, в последние моменты всегда что-то срывается. Ну и в целом, у меня также на канале есть видео, где я снимал по своему городу. Просто снимал вот какие автобусы, какой трафик, что у меня бегает. Тоже можете отыскать на просторах моего канала это видео. Посмотреть, увидеть там и Солярисы, и Вольвы старые, и Вольвы такие поновее бегают. В общем, такой, знаете, автобусный парк у нас нестандартный. В принципе, я честно хочу сказать вам, ну, еще более-менее Солярисы как-то однотонно так выкрашены. Вот, они у нас вот такого коричнево-желтого цвета и зелено-желтого цвета. Вот, в принципе, вот, другие автобусы выкрашены в черт пойми, что есть Вольва красная, есть Вольва серая. Там, ну, разные, в общем, автобусы. Цвет такой, в общем, непонятный. Ну, думаю, новый автобус, если поставить, там тоже какое-то цветовое решение будет одно. Это вот раньше Икарусы, они просто были желтые, и все. Там парочку было у нас каких-то разноцветных, но они немножко с другим индексом, шли, и это, по-моему, версии, которые были поставлены как раз-таки из Польши. Посадочка у нас, смотрю, осуществляется через первую дверь. Так, они мне на немецком языке говорят. Конечно, хотелось бы, чтобы они на польском говорили бы. Вот, хоть звуки двигателя послушаем сюда. Бортовые номера и номерные знаки я хаотично взял, поставил. Это, можно сказать, мой такой второй проект. Первый проект, это я разукрасил автобус Сетра, который у нас бегает на пригородных рейсах. Тоже есть видео на канале, тоже, думаю, что многие видели. Ну, в общем, можно сказать, я такой чудак, знаете, подбегая к автобусам. Это текстуры, вот, все, что на Сетре. Вот там, да, уполз, да, уполз, автобус, паркс. Это все взято с оригинального автобуса. Вот, представьте, такой человек по городу подходит к автобусу и просто вот начинаю фоткать все логотипы. Не сам автобус целиком, а отдельно логотипы начинаю фоткать для того, чтобы их потом перенести на реальную модель. В общем, вот таким делом я промышляю. Знаете, иногда казалось, блин, как на меня со стороны посмотрят. Я подхожу там с телефоном, начинаю фоткать не сам автобус, а просто логотипы. То есть, я думаю, может, кто-то у виска там пальцем покрутит. А я думаю, а мне все равно. Мне это надо для дела, для доброго дела. Я вот хочу создать в ОМС-2 такие автобусы, которые бегают, как у нас в городе. И показать вам. Вот тут, смотрите, радиус побольше взял и уже неплохо. Вот все-таки на Солярисах надо приловчиться. На самом деле, такие вот автобусы, особенно вот эти 15-метровые. Я даже думаю, вот Солярис Урбина-12 намного легче управлять. Солярис Гармошка тоже намного легче им управлять. Там все-таки гармошка, вот эта поворотная, все, ну, довольно-таки неплохо. Как бы и поворот проходить. А вот уже 15-метровый автобус, ну, какой-то он уж очень такой непонятный. Очень тяжело ему даются вот эти вот проезды перекрестков. Так, пока горит наш сектор, надо пользоваться моментом и поворачиваться. Вот тут, по-моему, уже в этой части города, здесь дороги пошире. Намного приятнее, уже совершенно по-другому себя чувствуешь за рулем этого автобуса. Я смотрю, так задний номерной знак неплохо подсвечивается, так настолько ярко. Настолько тихо я слышу, как реле-поворотник оккулации. Такое ощущение, как будто еду на электробусе. Ну и, кстати, на базе Соляриса также создаются и гибридные версии автобусов, есть и электробусы. Когда-то в городе у нас даже тестовая версия электробуса Соляриса бегала. Но, к сожалению, такие автобусы к городу не по карману. Но так довольно-таки неплохо, конечно, смотрелось. Это все-таки подзарядные станции надо делать. Это уже, знаете, тоже такая вот своя инфраструктура нужна. Надо где-то раздобыть польские голоса. Вот на какой-то карте была польская речь. По-моему, мне кажется, на карте Ниса. Я тоже делал обзорчики по этой карте. Вот там, кстати, была слышна польская речь. По-польски пассажиры говорили. Да, все-таки на этой части карты дороги реально шире. И намного удобнее проходить вот эти вот повороты. И, ребят, приближаемся мы с вами к конечной остановке. Такман даже фары, смотрю, включил от страха. Вроде трогался он с выключенными фарами. Тут увидел, что я еду такой на 15 метровой вот этой бандуре. Вот радиус берешь с запасом, уже неплохо получается. Ну, мы водители уже привыкли в городе считаться с автобусами Солярисами. И вот, кстати, с задней частью автобуса реально надо быть осторожнее. Реально ее так закидывает. Особенно при таких вот поворотиках очень внимательно нужно быть. Так, вот только где наша остановка конечная. Даже не знаю, какой остановке нам подъезжать. Но сейчас, думаю, по ходу движения разберемся. Вот смотрите, еле-еле. Но, в принципе, вот на бордюры не заезжаю. Нормально. Так, вот 354. Вот так нам нужно выкручивать руль. И прибываем, ребят, мы с вами на конечную остановку. Ну, надеюсь, может кто-то из меня смотрит из моего родного города и узнает вот этот вот Солярис. Это тоже будет очень-очень приятно. Но я этот проект замораживать не буду. Буду еще развивать этот автобус. Так, более аккуратненько его покрашу. Там все недочеты такие вот уберу. И, думаю, вполне классная годная такая моделька получится. Огромнейшее спасибо вам всем, ребят, за просмотр. Не забывайте проявлять свою активность. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока и до скорых встреч.